Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Первый раз Господь пришел в мир в уничижении, скрыв свое божественное величие. Второй раз Христос придет в явлении своей славы, как говорит нам притча о Страшном Суде, он разделит людей, одних – воскресение жизни, а других – воскресение осуждения. В чем состоит Страшный Суд? За что одни будут оправданы, а другие – осуждены? Об этом мы поговорим с гостем программы, протеиреем Федором Бородиным. Посмотрим сюжет. Притча о Страшном Суде содержится в Евангелии от Матфея. Церковь завершает ею чтение притч во время подготовительных недель к Великому Посту. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда правильник скажет ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагем, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятый Богом Вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муки вечные, а праведники в жизнь вечную». Здравствуйте, отец Фёдор. Добрый день. В иконе Страшного Суда обычно подробно расписаны категории грешников – убийцы, прелюбодеи, еретики, воры. А вот в евангельской притче о Страшном Суде, вот о такой религиозно-уголовной ответственности не сказано ни слова. Очень интересно то, что именно эту притчу Церковь выбрала для чтения в неделе о Страшном Суде. Есть другие места, которые могут напугать человека. Например, каждый, кто гневается набраться напрасно, подлежит гиене, суду, гиене, Синедриону, или за каждое праздное слово даст ответ человек в день суда. Вот прочитай, и все в храме напуганы, и все поджались, и будут по-другому себя вести. Нет, берется эта притча. Вот вы говорите, что нету такого юридического, какого-то процессуального. Действительно нету, но вот мы чаще всего в Церкви говорим «Господи, помилуй». Это юридический термин «помилуй». Он свидетельствует о широте сердца и милосердии, но все равно это юридический термин «помилуй». А все-таки для того, чтобы перевести греческое кириллейсон, недостаточно этого. Есть другое тено «Господи исцели». И вот, когда мы два этих оттенка вспоминаем, то мы шире понимаем, что вообще Церковь мыслит о суде. Потому что, да, грех – это нарушение закона Божьего, это некое преступление, ошибка и прочее. Но грех – это больше рана, это больше истерзанная человеческая душа. Болезнь. Болезнь, да, которая нуждается вот в этом как раз елее, елее исцеления. Грех – это для меня беспокойство. Я прямо ощущаю, что я сделала что-то не так, и я должна сделать все, чтобы это исправить. Я думаю, что любой человек, совершая грех, чувствует какие-то такие вот движения совестью. Ему некомфортно, ему плохо, у него душа страдает, он мучается, он начинает протестовать. У него либо депрессия, либо агрессия, понимаете? Потому что душа его создана по образу, подобию Божьему. Он должен быть хороший. Он это чувствует, что он должен быть хороший. У митрополита Антония Сурожского мы читаем. Есть в еврейской письменности, в жизнеописании Моисея, такие слова. Видя, как евреи бесчинствуют в пустыне, изменяют Богу, ангелы Божии взывают. «Доколи, Господи, будешь ты терпеть этих людей?» И Бог отвечает своим ангелам. «Я тогда их отвергну, когда мера их греха превзойдет меру их страдания». Если так относиться к греху, тогда понятно, почему именно эта притча взята в «Неделе о страшном саде». А так, казалось бы, напугает человека перед великим постом. Но там все-таки, когда речь идет о праведниках, никаких таких особых заслугах праведниках не сообщается. Мы привыкли видеть праведников, людей святых, окруженными какими-то вот особыми дарованиями. Они отмечены какими-то особыми подвигами, воздержанием или молитвой. А тут ведь так все просто. Так все просто. Обычные люди, самые-самые обычные люди, казалось бы. Здоровые с точки зрения Господа. Те, которые там делают, больные. А милосердие, которое мы должны оказывать, это обычное состояние души по мыслим Господа. Так должно быть. У вас должны быть те же чувствования, что у Христа Иисусе. А вот он милосерд, мы же надеемся на это все, мы же хотим. В этой притче меня удивляют не просто слова о том, что вы накормили голодного, или вы одели убогого, или вы посетили больного и в темнице, или вы согрели холодного. А речь идет о том, что Христос говорит, когда я был болен, когда я страдал, когда я был пленником, вы пришли ко мне. Поэтому такое странное удивление этих людей, которые не могут этого даже признать за собой. Когда же мы тебя видели страждущим, нагим голодным в больнице или в темнице и посетили тебя? А потому что главная икона, главный образ Бога на земле – это другой человек. И если мы им пренебрегаем, если мы не помогаем, если мы не милосердствуем о нем, мы пренебрегаем тем, кого образом он является, то есть самим Христом. Макарий Великий говорит, что мы призваны стать братьями Иисусу Христу, то есть быть похожими на Него, детьми Отцу Небесному, а братьями Иисусу Христу. И действует так, как действует он. И мы своим поведением свидетельствуем об этом желании или нет. И вот в этой притче очень важно, что осуждаются люди за неделание, за то, что они имели возможность и не сделали, не захотели, не сочли нужным. Стать посреди огненного озера, подобное Христу, предлагается героиня рассказа Достоевского «Луковка» из романа «Братья Карамазовы». Она, баба злющая-призлющая, после смерти попадает в ад, в то самое огненное озеро. Ангел-хранитель думает, какой бы ее добродетель припомнить, чтобы сказать Богу. И вспомнил. Она говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. Бог отвечает ангелу, возьми эту луковку, пусть она охватится за нее и тяни. Вытянешь, пойдет в рай. Ангел так и сделал. И уже было вытянул, но тут грешники из огненного озера ухватились за бабу, чтобы вытащили и их. А баба оттолкнула их ногами. Меня тянут, а не вас. Моя луковка, а не ваша. Тут-то луковка и порвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. В черновых записях к братьям Карамазовым Достоевский размышляет. Спасая других, сам спасаешься. И за луковку, за единую, можно все грехи простить. Так и Христос обещал. Вы сейчас сказали очень важные слова из послания апостола Павла к филиппийцам. Братья, у нас должны быть те же чувства, что у Иисуса Христа. То есть это что значит? Это значит, что мы должны смотреть, как Христос. Слышать, как Христос. Чувствовать мир вокруг себя, как Христос. Вот как это возможно? То есть это значит, что для человека, который пытается таким образом вокруг себя воспринимать мир и человека, никого чужого вообще тогда не остается. Но если мы все братья Христа, то никого чужого нет. Конечно, да. А это возможно? Вот смотрите, мы живем в мире страшно разделенном. И постоянно этот наш мир все больше и больше делится. Если мы не любим другого человека, он и оказывается в нашем пренебрежении. Вот практически как враг, да, получается. То есть, по крайней мере, тот, кто нам совершенно не интересен, безусловно. И если мы запускаем нелюбовь в свое сердце, если мы разрешаем себе не любить. Ну хорошо, ну враги. Но у нас есть очень четкое определение, что надо любить врагов. Не можешь любить врагов? Начни с малого, молись за обижающих. Тебя кто-то обхамил на улице? Ну ты помолись за него. Вместо того, чтобы кипеть, возмущаться, тебя там подрезали, например, сигналить или что-то еще. Мне рассказывал человек один, как его в пробке не пускала женщина, и он так и сигналил светом, что сломал рычажок. Потом понял, что надо ехать в сервис, терять полдня из-за этого. И уже пошел исповедоваться в этом. Ну вот такая вот ненависть. Из-за чего? Из-за потерянных трех минут. Каждый второй россиянин, по данным социологических исследований, ощущает рост напряжения в обществе. О причинах этого явления исследователи спорят, но сходятся в том, что градус ненависти за последние десятилетия ощутимо повысился. Специалисты Института психологии Российской академии наук подсчитали, основываясь на результатах социологических опросов с 1981 по 2011 годы, что уровень агрессии россиян за это время вырос втрое. Не избежали этих настроений и православные сообщества. Общение в соцсетях переполнено взаимными оскорблениями и обвинениями, призывами к открытым общественным противостояниям. На самом деле мы приучаем сегодня себя постоянно смотреть друг на друга не глазами любви, а глазами отчуждения. И как можно тогда увидеть в страннике, в преступнике, в преступнике, в тюрьме, человек сидящий, ведь этот же преступник, это тот, кто совершил массу злодеяний, тот самый вор, кто должен сидеть. И вдруг оказывается, что он Христос. Христос о себе так говорит. Это даже трудно себе представить. Как принять такого человека? Как вообще к нему, как к человеку можно относиться? Даже священник нечасто может такую мысль в свое сердце допустить. Начни молиться за человека. Просто помоги ему. Не надо его учить ничему. Просто помоги. И ведь мы не милосердны никому, ни к ближним, ни к дальним. Не то, что мы там не ходим в тюрьмы. От нас плачут наши родственники. Папа пришел ругаться будет, понимаете? Буквально дети там. И вот этого не должно быть. Пусть от тебя всем будет хорошо. Ты посмотри, ты начинаешь день. От тебя хорошо людям или нет? Маме, жене, детям. Что ты им принес или хочешь принести за сегодня? С этого начинается милосердие, конечно. Мы каждый день читаем 50-й Псалом. Там есть очень интересные в связке между собой слова. Мы говорим, отврати рецепт от грех моих. И вся беззаконимая честь. Не отврати рецепт от меня. То есть ты на меня смотри, Господи. А на грехи мои не смотри. Вот как гребет. Туда смотри, сюда не смотри. Причем рядом там через стих. То есть мы-то от Господа хотим, чтобы Он, глядя на нас, растождествлял нас с тем безобразием, которое мы творим. И мы знаем, что мы творим. А про другого человека, если мы хотим, чтобы так Господь на нас глядел, это в нашей власти, кстати. О чем эта притча говорит? Тогда притча-то говорит уже даже не о самих делах, кто кому помог, кто кого накормил, в конце концов, кто кого согрел, а насколько ты согрел того, кто для тебя так же дорог, как сам Господь. Мне кажется, что насколько ты стал похож на Него, будут свидетельства твои дела. Эти дела, они только Богу говорят, Господи, я хочу быть на Тебя похожим. Для меня, вы знаете, была совершенно поразительная история, когда погибла ярославская хоккейная команда, вся в самолете. Вдруг обнаружилось, что капитан команды, достаточно молодой мужчина, вне знания своих близких всех, оказывал огромную материальную помощь разным больным детям. И последнюю крупную сумму перевел в терминале аэропорта на лечение какого-то ребенка, на которого не могли собрать. Перед самой смертью. Да, перед самой смертью. И по заповеди, пусть одна рука не знает, что делает другая, он ее исполнил. И нам кажется, что что этот молодой парень, тусовщик, наверное, что-то еще мы не знаем. А он святой, понимаете. Вот по этой притче он по правой стороне от Господа сейчас стоит. Если раньше праведной жизнью люди приближали пришествие Христа, то сейчас люди праведной жизнью отдаляют пришествие Христа. Потому что первое пришествие было необходимо для спасения людей. И Бог, человеколюбец, стремился прийти как можно раньше. А сейчас праведники своей богодной жизни, они отдаляют то, что второе пришествие будет пришествие Судьи. И поэтому нам-то и время сейчас дано на преображение прежде всего самих себя. Почему же тогда этот суд страшный? Почему же тогда мы говорим о страшном суде? Ведь христиане первых веков даже в своей молитве христической они постоянно говорили «Гляди, Господи Иисусе, пусть Господь наш придет как можно скорее». А мы отождествляем второе пришествие Господа не с радостью, а со страхом. С ужасом для нас. Второе пришествие кажется христианам чем-то таким, что, ну, может быть, как-то не в наше время оно будет. Может, мы еще поживем здесь немножечко. Может быть, когда-нибудь потом, потом. А сейчас пускай его пока не будет. Мало любви к Господу Иисусу в нашем сердце. Поэтому мы боимся с ним встречи. Но на самом деле суд о том, насколько мое сердце милосердно, он пострашнее суда по делам. Понимаете? Потому что найди в своем сердце столько любви, чтобы ты вошел в Царство Божие. В одном месте, в Евангелии Теана, по-моему, говорится, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Казалось, мы вовремя суд воспринимаем, как действительно такое земное судилище сидит там судья, присяжный, прокурор, адвокат. Ты стоишь, трясешься, как тростиночка, и тебе, значит, вменяют определенное количество добрых поступков или злых поступков. Даже так вот на иконе иногда изображаются такие весы в руках у ангела, где, так сказать, добрые дела перевешивают или злые дела перевешивают. А тут просто приходит в мир освящение. Все становится ясным, все вдруг становится понятным. Все обретает смыслом, да. Чем мы глубже уходим в века, тем мы больше понимаем, что ожидание страшного суда было проникнуто не столько каким-то ужасом, сколько ожиданием грядущего спасителя. Ей гряди Господи. Этим, собственно, заканчивается Библия, Новый Завет. Поэтому страшный, мне кажется, это и в изобразительном искусстве, вот более ранним тоже видно, это скорее великий. Начало премудрости – страх Господень. Страх – это не какой-то ужас и трепет. Да, скорее трепет. Трепет перед чем-то более тебя превосходящим, чем-то грандиозным. Тема страшного суда как справедливого воздаяния за грехи в земной жизни возникла в изобразительном искусстве довольно поздно – в XVI-XVII веках. А раньше была только радость ожидания встречи. Сначала, в общем, эта изобразительность, она шла совсем не из вот такой жесткой педагогики плохих в ад, хороших в рай. Она была основана на милости, конечно. Известная композиция, скажем, Рублевского времени, ну, приписываем Рублеву в Успенском соборе Владимира, по летописи ее писали Андрей Рублев и Данил Черный. Так там вообще страшный суд представлен удивительно светло и радостно. Он представлен как ожидание церковью спасителя грядущего. И сверху в арке изображается грядущий спаситель, поднявший руку в приветственном жесте. Вот это понимание страшного суда абсолютно по-евангельски. Страшный суд – это когда Слово Божье приходит в мир, когда Свет приходит в мир. В разные эпохи эсхатологические настроения то овладевали людьми, то отступали. Они нередко увлекали пылкое человеческое воображение в сферы, далекие от библейского откровения. Но строгое богословие русской иконы корректировало сознание, стремясь направить мысль человека к более глубокому пониманию Писания в том, что касается смысла грядущего суда. Я могу вам привести один пример. Когда была жара страшная 2010 года, я зашел в один московский храм. Храм хорошо восстановлен, красиво резные иконостасы, западная стена расписана страшным судом. И в эту жару работает кондиционер. Единственное место, где его разрешили закрепить, это неисторическая стена, где страшный суд. И кондиционер дует холодный воздух, а под ним изображены грешники, горящие воду. Которые мучаются в гиене. Да, мучаются в плаве. Я подумал, что милосердие Божие, слава Богу, оно не человеческое милосердие. И те люди, которых мы давно уже про себя осудили, и которых мы решили, что они достойны гиены, они у Господа могут быть оправданы, потому что они могли быть все-таки милосердны. На иконах и фресках страшного суда, написанных в XVI-XVII веках, когда художников особенно интересует противостояние сил рая и ада, соотношение в человеке добра и зла, праведности и греха, встречается фигура некоего человека, привязанного к столбу. Этот человек оказывается между раем и адом. Это милостивый грешник, то есть человек, который недостаточно делал что-то хорошее, его не принимает ад из-за этого, потому что все-таки он верил в Бога и делал что-то хорошее, но недостаточно свят и хорош, чтобы ему, так сказать, попасть в рай. Вот это промежуточное его состояние, оно зафиксировано. Такая наглядная педагогика. Собственно, все притчи Христа – это наглядная педагогика. Страшный суд обычно на западной стене изображался, что человек выходит в мир из церкви, и он должен задуматься, где он сейчас, где он там после смерти будет, это уже Бог будет решать. А вот где он сейчас? Ближе к аду, ближе к раю, вот в этом промежуточном состоянии и так далее. С веками людей начинает все больше интересовать человеческое, а желание справедливости, желание непременно наказания, преследования преступников, грешников и так далее. Это, конечно, идет от человеческой понимания вообще справедливости. Бог милостив, милость превозносится над судом. Очень интересный, сложный богословский вопрос. Вопрос о бесконечном мучении грешников. Об этом размышляют и спорят современные богословы, и святые отцы древних времен об этом говорили. Вот, например, Григорий Низкий, считал, что в конечном итоге все будут спасены. Вот его цитата. «После длинных периодов зло исчезнет, и ничего не останется вне добра. Напротив, и теми, кто в преисподней, единогласно исповедано будет господство Христа». И дальше. «И по совершенному устранению зла из всех существ, во всех снова высияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы вначале». Это тайна, куда заглядывать страшно. Но если воспринимать грех как болезнь, боль, измученность, истерзанность души, и каждый христианин, который давно живет в церкви, он понимает, что та мука от того, что он грешный, и ничего с собой сделать не может, доброе, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, что это пытка, в которой он живет, и это является для него наказанием самым страшным. И он жаждет исцеления от Господа. И он верит и знает, точнее, знает, что он достойно осуждения, но верит, что Господь его исцелит. Не потому, что я что-то заслужил. Кошмар, который я ношу в себе, он плохой, так сказать, показатель. Нету милосердия, нету любви. А потому, что Господь любит меня, потому что я его создание, я его образ, и я надеюсь на его милость. Так вот Исаак Сирин говорит об этом, говорит, что мучение в гиене, оно подобно тому, как вот эти грешники испытывают страдание от бича божественной любви. Говорит, что это вот божественная любовь для этих людей, она вот действительно жжет, ужасно ударяет муками совести и ужаса от того, что они в жизни совершили. Как взгляд Христа из двора Каиафы в глаза Петру. Ничего не надо говорить. Он глядит и все. А для человека, конечно, самое страшное мучение, вот Стетлян Золотоуст говорит очень интересные слова. Он говорит, что нет больше той муки, чем видеть кроткий лик Христа, который от тебя отворачивается навсегда. Поэтому сказать что-либо о том, что будет там, мы не знаем. Но мы надеемся, что каждый из нас повинен смерти, просит о жизни. И наша вера в том, что по милости Божией, ни почему бы то ни было другому, мы ее обретем и получим. Это не сильно отличается от тех построений, которые, говорит Стетель Григорий Низкий. Само устроение, наша надежда на это. Ну, моя, по крайней мере. Спасибо вам огромное, отец Федор, за такой важный для нас разговор. Спасибо вам. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова